Привет всем! Долго я не выходил на связь. Это было связано с тем, что, можно сказать, заигрался в мультик и был занят постройкой этой базы. Но теперь база построена, у меня уже есть другой проект, и сегодня я решил сделать видео обо всех пистолетах, которые можно найти в данной игре. Начну с Магнума. Магнум это редкий револьвер. Кстати, вот так вот он выглядит. Я думаю, все его видели. Это редкий револьвер, который можно найти в гражданских постройках и на военных базах. Он использует винчастер-клип с шестью зарядами. Обойму можно пополнить самыми простыми гражданскими патронами, которые валяются абсолютно везде. Что является особенностью данного револьвера? Он самый мощный, то есть его урон составляет 65%. Это значит, что обычного зомби и гражданского можно убить с одного выстрела в голову, для военного понадобится два выстрела. Также он немного весит. Всего лишь 0,7 килограмма. Преимущества. Магнум наносит относительно большой урон от выстрела. Достаточно, чтобы убить гражданских зомби с одного выстрела в голову. Также винчастер-клипс требует только одну ячейку гражданских патронов для пополнения. Также маленький вес делает его самым легким пистолетом в игре, как я сказал ранее. Из недостатков. Как и все пистолеты в игре, магнум обладает медленным темпом стрельбы. То есть нельзя использовать тактические модификации. Хотя, в принципе, надеть можно. К нему подходит абсолютно всё. Но практического смысла от этого нет никакого. Потому что даже глушитель глушит не совсем корректно, можно так сказать. Ну и нет смысла прицеплять различного рода прицелы, потому что это оружие ближнего боя. Но зато бьёт наверняка. Также имеет самый короткий диапазон стрельбы. Ровно половину от кольта или береты. Имеет яркий цвет, что делает его заметным, если вы играете против других пользователей. И стреляет очень громко. Но, кстати, не громче пустынного сокола. Или дигла, или десерт фалкон, как он здесь называется. Что ж, следующий виновник как раз десерт фалкон. Это второй по мощности пистолет в игре. Для зарядки используют Swift Magazine и самые обычные гражданские патроны. Она наносит 50% урона и весит 1,5 кг. Что можно отнести к преимуществам? К преимуществам можно отнести высокий радиус поражения и большой урон, как для пистолета. Но также есть и недостатки. Довольно громкий выстрел и довольно редкий пистолет на самом-то деле. Что ж, найти его, в принципе, можно во всех местах, локациях, в которых присутствуют полицейские. То есть, это либо корабль у причала в Абертоне, либо мост конфедерации, либо же другие города, где есть милицейские отделения. Или же на военных базах. В принципе, к нему тоже присущи все модификации тактические, но практического смысла от них никакого. Что ж, третьим пистолетом я выбрал Беретту. Беретта – это самая редкая разновидность пистолета. Основное место ее спауна – это полицейские участки и военные базы. Использует лейбл «Магазин» на 13 патронов. Кстати, это самый большой магазин из всех. И пополняется самыми обычными гражданскими патронами. Преимущества – урон больше, чем у коллеги Кольта, который будет позже, но все же хуже, чем у Пустынного Сокола. Большой магазин – это действительно преимущество. Обовьем пополняется всего лишь одной пачкой гражданских патронов. Также легкий вес. Высокий радиус поражения по сравнению с другими пистолетами. Но также много и недостатков. По сравнению с Кольтом, темп стрельбы оставляет желать лучшего. Сложно найти. И также магазины практически не встречаются. Но зато к преимуществам можно отнести гаджеты. Потому что действительно гаджеты для этого пистолета очень важны. Можно на него поставить «Red.Side», то есть прицел с красной точкой, или же голографический прицел. И также к нему очень хорошо подходит глушитель и светоподавляющая насадка. Что же можно сказать об уроне? Урон 30% и кровотечение обеспечено. Дистанция 100 метров, скорострельность 200 выстрелов в минуту. То есть он и самый скорострельный пистолет из всех. И самый последний это Кольт. Кольт имеет магазин на 7 патронов. То есть в принципе ничего особенного. Но зато это один из самых часто встречаемыхся в игре видов огнестрельного оружия. Для зарядки используют Swift Magazine и самые обыкновенные гражданские патроны. Преимущество. Распространенность. И используются часто встречаемые магазины и патроны. Но, к сожалению, недостатков больше. Небольшое количество патронов, 7. Бесполезен на поздних этапах игры. То есть когда пользователи относительно прокачаны. Потому что это самый слабый из пистолетов. И также наносит маленький урон. 3 выстрелов гражданского и 2 в голову. Или же 5 выстрелов военного зомби и 3 в голову. Согласитесь, это совсем никуда. Ну что ж, говорили-говорили. Давайте теперь по очереди постреляемся. Здесь как раз много зомби. Давайте я, наверное, одену ПНВ. Чтобы было проще замечать зомби. И пойдем стрелять. Будем стрелять по очереди из всех пистолетов. Ну что, первый зомби. Для него нам понадобилось, как и говорилось, 2 выстрела. А вот гражданский. Для гражданского понадобился всего лишь один. Что ж, переключимся на другой. Desert Eagle. Согласитесь, это действительно очень и очень громко. Но зато мы вынесли уже нескольких зомби. Что ж, давайте теперь используем нашу беретту. Значительно тише. Но, как видим, приходится тратить намного больше патронов. И они, кстати, быстро заканчиваются. И самым последним у нас остался как раз кольд. Он значительно громче. А толку от него, как видите, совсем мало. Поэтому мы возьмем самую обыкновенную катану. И начнем рубить наших недоброжелателей. Ну что ж, а на этом, в принципе, видеообзор заканчивается. В следующий раз я расскажу вам об автоматических и полуавтоматических винтовках. Ну что ж, всего хорошего и до следующего обзора. Субтитры создавал DimaTorzok